В центре Красноярска ни капли снега. Здесь все высохло еще несколько дней назад. Прогуливаясь по улицам, не сразу и вспомню, что сегодня 26 февраля. Еще даже календарная весна не наступила. Но вот в зимней одежде, пуховике и варежках здесь себя чувствуешь крайне неуместно. Такие бесснежные улицы в конце февраля для Красноярска не редкость. Подобное уже было ровно 37 лет назад. Правда, тогда не солнце пригревало жарче обычного, а зима оказалась жадной до снега. Как и сейчас, в 1982 году Краевой центр готовился к зимним играм. На Спартакеаду ждали сотни лучших спортсменов со всего Советского Союза. Сейчас Валерий Усаков вспоминает, чтобы спасти состязание две недели подряд, снег в прямом смысле слова собирали по окраинам. Особенно столкнулись с этой проблемой биатлонисты. Им больше всего завозилось снега. И снег приходилось собирать в ложбинах, паковать их в брезентовые мешки, в палатки. Для этого был поднят весь наш красноярский гарнизон, все студенты. Современные технологии таких крайних мер не требуют. В той же Академии биатлона снега для проведения универсиады на высшем уровне предостаточно. Его готовят для трасс и склонов начали загодя и с большим запасом. Ещё с ноября прошлого года. Специальными пушками наморозили 50 тысяч кубов идеальных снежных сугробов. Им предстоящие плюсовые температуры не страшны. По ощущениям искусственный снег такой же, как и натуральный. Очень холодный, только кажется, что ещё более колючий. Вот только снежки из него не слепишь. И для естественного таяния ему нужно гораздо больше времени. Чтобы трассы искусственного снега поплыли, должно стать по-настоящему жарко. Круглосуточным плюсовым температурам нужно задержаться минимум на неделю. В Академии биатлона уверяют, это покрытие продержится до апреля. На трассах снег точно не растает, потому что у нас на трассах средний покров снега, упрессованного, где-то 30-40 сантиметров местами есть больше. То есть он точно не растает. Под ранним весенним солнцем искусственный снег не растает и на других спортобъектах под открытым небом. И на сопке, и в Бобровом лагу создавать покрытие для сноубордистов и лыжников универсиады тоже начали с началом сезона. Уверяют, его с лихвой хватит, чтобы и трассы покрыть, и соорудить дополнительные элементы. Фан-парк и вовсе последние дни закрыт для массового катания. Здесь склоны к скорым стартам, готовит спортивная коллегия. Чтобы снег стал нужным для международных соревнований жесткости, его ежедневно проливают по специальной системе. В универсиаде мы ее модернизировали, дополнили двумя новыми пушками и дополнительными ружьями. Мы закупили новые ратраки, у нас обновлен парк снегоуплотнительной техники. Это фризы нового поколения, которые позволяют искусственный снег довести до нужной кондиции и смоделировать то снежное полотно, которое удовлетворило бы судей и спорт. Плюсовой температурой в начале марта не испугать и опытных спортсменов. Многие, чтобы уверенно чувствовать себя на лыжне при любой погоде, на состязании везут несколько комплектов снаряжения сразу. Наш известный биатлонист Павел Ростовцев рассказывает, ему бегать приходилось и при плюс 17. Бывало так, что мы в начале сезона в Хокфильдсене, в Австрии, в горах были под срывом проведения соревнований. Организаторы для того, чтобы удержать Кубок мира за 80 километров, с Глечера привозили снег на самосвалах. Потому что погода была такая теплая, что и его искусственное снижение невозможно было сделать. Следующие пару недель синоптики обещают действительно аномально теплыми. Днем в городе ожидается до пяти тепла. Впрочем, на местных горнолыжных склонах градус значительно ниже. Так что снег от солнца до середины марта точно не растает. Да и ночи будут все еще морозными. И это в случае чего даст возможность быстро привести трассы в порядок. Анастасия Тиль и Алексей Гусев, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова